ДТП произошло на перекрестке улицы Воровского и Октябрьского проспекта примерно в час ночи. Водитель гольфа протаранил попутную ладу Веста. Вроде бы ДТП банальное и вина очевидна, но с этим были согласны не все участники аварии. Вот кадры, сделанные очевидцем через несколько секунд после аварии. Водитель гольфа Сергей пытается договориться с владельцем Весты. Лада, кстати, в максималке. Позвонили? Давно случилось-то? Видно, что гольфовод Сергей едва держался на ногах. Договориться у него не получилось. Приехали сотрудники ДПС, и Сергей заявил, его вины якобы здесь нет. Кто кого ***? Я говорю, а кто будет платить за мою машину? Он сказал, ситуация непривидная, будет платить страховая компания. У пьяных водителей 10 привычек. Первое, попытаться договориться. Второе, кого-то обвинить в ДТП. Третье, пожаловаться на наручники. Они одели наручники на меня. Они за это ответят. Они за это ответят. Они скажут, Сергей Николаевич, мы были неправы. Четвертая привычка, подтолкаться с инспектором. Пятая, потребовать от него не составлять материал. Тормози, ***, ты там *** пишешь? Я руками махать. Сергей Николаевич, я вот не слышу. Я говорю, руками махать не надо. Не успокойтесь. Ты не право пишите, ***. Привычка номер 6, попытаться разобраться в достаточно очевидной ситуации. Где мой гость? Мы сейчас будем с лесами разбирать. Давай, давай, с лесами все проводить. Что именно? Повторите. С лесами разбирать я больше проводить, но... Если что-то ты напишешь не так, я им подписывать не буду. Понял, нет? Понял. Одна из самых распространенных привычек пьяных водителей – отрицать факт управления автомобилем. Кто сидел за рулем? Кто, я? Я, что ли? Восьмая закономерность – попытка убежать с места пьяного ДТП. А я с наручник, б***ь, 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 б***ь. Также в таком состоянии у водителей искажается представление о расстоянии до объекта. В этом случае до инспектора. Идем вам надо, скажите, инспектора. Иди сюда. Вам дали читайте. Инспектор, займитесь делом читателя. Иди сюда. А где он сейчас? Иди сюда. Идем циферки. Циферки сверяйте. Ну и десятая привычка. Совершенно никакой реакции по поводу своего состояния опьянения. А результат Сергея – десятикратное превышение. И чай? Немножко пьяного, значит. Ну, б***ь, народ, то есть мыши, б***ь, 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 б***ь. Вряд ли на утро Сергей вспомнит все события того вечера. Но напомнить помогут копии материала о пьяном вождении или репортаж на Первом городском. И чугин, пацан нормальный, б***ь. Сергей Пичугин, место происшествия.